Сегодняшняя тема. Я весила свои 8-10 кг, а потом начиналось великое противостояние, в котором выигрывала лень. И вес возвращался, прихватив с собой лишние килограммы. При весе в 180 кг уговариваешь себя, что в мире есть люди и толще. Зато ты добрая, веселая и ни в чем себе не отказываешь. Два года назад мы с мужем все-таки взялись за себя. На тот момент я весила 155 кг, при росте 170 см. Начались тренировки, диета, и за полгода мне удалось скинуть заветные 20 кг. И вот тут случилось то, чего я подсознательно ждала. Саша, мой муж, на соревнованиях очень сильно повредил спину, любые тренировки стали для него табу. А я сдалась, за компанию. Однажды коллега рассказал ему про проект «Битва за тело», посоветовав подать туда заявку, муж в тот момент весил 195 кг. Я отнеслась скептически, но его пригласили на кастинг, а позже и меня. Это был поворотный момент. Потом была консультация у диетолога. Сейчас это кажется смешным, но тогда было ужасно. Мы не умещались на диванчике, который стоял у нее в кабинете, нам принесли дополнительный стул. Дальше была куча анализов, обследований и консультации с врачами. Затем пробная тренировка, после которой не хотелось даже жить. Мне предстояло похудеть на 80 кг без ущерба для здоровья. На основе всего этого был разработан план питания и тренировки. Пятиразовое питание для меня казалось своеобразным испытанием. Я привыкла к беспорядочному поеданию в течение дня конфеток, булочек, тортиков, а в конце дня меня дома ждал роскошный ужин с баночкой пива или венцом. Все это надо было оставлять в прошлом и научиться правильно питаться. Так я поняла, что можно сытно питаться с пользой для здоровья и не чувствовать себя при этом голодной. Но оставалось одно большое, но сладкое. Вот это было настоящее испытание, хорошо, что меня поддерживали и дома, и на работе, и соблазнов не было. Но это не значит, что мне не хотелось умять булочку или конфету. Тут спасибо диетологу, она разрешила есть фрукты, ягоды, орешки, горький шоколад, хоть и в ограниченном количестве, но они меня спасали. К тому же, у меня был отличный напарник в виде мужа, который меня подбадривал и поддерживал. Когда стали видны первые результаты, я была в эйфории. Три месяца пролетели одним мигом, и это были самые легкие три месяца. Вес уходил на ура, я даже вспомнила, что такое бег, совсем немного, буквально метров пятьсот. Но удержаться было невозможно, радовалась, как ребенок. А потом начались проблемы. Сначала на очередной тренировке я повредила колено. Мой вес начал бастовать, я с завистью смотрела на Сашу, который с легкостью тренировался, и его вес уходил, не сбавляя оборотов. Здесь срабатывал дух соперничества, я решила, что буду наверстывать упущенное с помощью разгрузочных дней, и это сработало. Потом дала знать о себе застарелая травма у Саши, и теперь наблюдал он, а я ходила в зал одна. Он пошел по моему пути и решил, что ему также не помешает один день разгрузки. А потом в нашей семье случилось то, чего мы ожидали меньше всего. Ушла из жизни Сашина мама. Все остальные проблемы сразу стали такой мелочью, на которую не стоит тратить свои энергию и нервы. Это был совершенно неожиданный удар, он выбил нас из колеи и поставил в тупик. Саша переехал в Воронеж, где жила его мама, чтобы уладить все дела, а я оставалась в Люберцах. Морально я не тянула такую нашу, две работы, тренировки, постоянные поездки в Воронеж, подавленный Саша, у которого просто опустились руки. Естественно, на фоне всех этих событий вес встал. А во время девятого месяца похудения выяснилось, что у меня грыжа, очень застарелая, но под слоем жира ее не видели ни на одном УЗИ. Все это открылось на операционном столе, когда мне делали операцию по удалению обвисшей практически до колен кожи. Я все-таки дотянулась до мечты, мой вес составил 99 килограмм, пусть и на килограмм, но меньше критичной цифры в сотый год. В моем случае это была победа. Победа над собой, обстоятельствами, ленью и привычками. Хотелось просто прыгать от радости, но мешал послеоперационный бандаж. Главное, что я вынесла для себя, всегда нужен человек или люди, которые поддержат, наставят на путь, настроят на результат и помогут его достичь. Очень редко человек, который весит более 150 килограмм, сможет сам, без поддержки дойти до конца. Спустя год ты настолько привыкаешь к режиму питания, походам в зал, прогулкам на свежем воздухе, что даже и не представляешь себя без этого. Я не говорю, что не бывают дни, когда совершенно не хочется тренироваться. Конечно, бывают, но есть напоминалочка в виде старых фотографий, и ты даешь себе передышку, а потом опять, в бой. Мое сражение за тело все еще продолжается, у меня есть цель, и я упорно к ней иду. Главное, верить в себя и не обращать внимания на «идеальных» людей, которые будут с негативом относиться к твоим результатам. Как выглядят самые красивые звезды с короткими стрижками? Продолжение следует...